Всем привет! Сегодня хочу рассказать в одном ноже и о причинах, которые побудили меня его сделать. Некоторое время назад товарищ подарил для рождения нож нож одного из российских заводов-изготовителей, который специализируется. Поработав им и выяв ряд существенных недостатков, таких как, например, быстрая потеря заточки при работе, даже при слабой работе, решил попробовать взять себе нож, так как некоторое время назад работал в кузне и при покупке другого ножа в магазине вероятность того, что заточка не будет быстро садиться и также нож возьму удобно по всем параметрам за среди. параметрам. Себе небольшой нож. Подарочным ножом вырезал рукоятку. Рукоятка здесь березовая. Подарочный нож очень быстро сел. Работа не много, а тем не менее один из показателей. Соответственно, брать нож на природу с собой не всегда имеет смысл, потому что постоянно потащивать его, носиться при себе в усок. Ну, это не есть хорошо. Сейчас я нож покажу немножко поближе. То есть, нож имеет характерную щучку и определенный вытянутый вид. За это я его называл щука. Тем более, дал ему такое имя, потому что испытывал я его два месяца, на протяжении этих двух месяцев он себя проявил, скажем так, хорошо. У него есть и упругость приличная, и другие параметры меня устроили. Так, у ножа непосредственно длина лезвия 189 мм, ревущей кромки 179 мм, ширина 33 мм, и толщина примерно 2,4-2,2,2 мм, ближе к кончику, ближе к большинству около 3 мм. Сведение у него при этом достаточно легко и тучится. Сделал рукоятку относительно широкая. по своим антропометрическим параметрам. После этого меня нож вполне устраивает. Его легко вращать, легко двигать, легко крутить. Соответственно, по всем параметрам здесь мне он понравился. так, сделаю ему небольшие ножны. То есть, строго не судите. Из-за недостатков, пока не очень разбираюсь в моренках и так далее, надо наносить какой-то лак, иначе морелка прежний покрытый истирается. Но, тем не менее, думаю, этот вопрос решен. Мне это не столь важно. Меня больше интересует, как он работает. Хотя, я уже знаю, как он работает, но хочется вам показать. То есть, ножом некоторое время уже пользовался, где-то около двух недель. За это время его не точил. Вот. Сейчас я буду сделать небольшую серию тестов и после посмотреть, как будет держаться на нем заточка. бумагу он более-менее режет. Так, здесь у меня три порода дерева. Это, значит, я не ошибаюсь, береза, яблоня и, возможно, ясень. В одной сцене я прочитал, что кость свиней барана по твердости примерно равна твердости породы дерева. Поскольку это хозяйственно-бытовой, то потенциальные свиные кости тоже можно рубить. Так. Первая у нас береза. Она самая мягкая. Вот. красота поменья трудно 모양 форму может стать одни к одни р Но, тем не менее, нож из Себаны исправляются достойно. Сейчас попробуем рубить весящую бечевку. Бечевка достаточно плотная, твердая и прочная. И теперь опять вовремя зажигания бумаги. Зажигания бумаги. Определённая усадка, но я ожидал гораздо более худшего. И сейчас посмотрим, как бреет. Поскольку на руках у меня уже при тестировании ножей полосы не осталось, я тебе буду... Надеюсь... Справляется она достойно. То есть, в принципе, по всем параметрам он меня более чем устроил. Берю... Нож делал сам, делал в домашних условиях. Что-то подразумевает. Ангал. В него положил пару кирпичей. Запихнул трубу. И старый заряд, чтобы висос подключил. Ну, пожалуйста. Делал на тех же самых дровах до дыма. Но, тем не менее, затратку примегательной электроэнергии у меня от этого не потребовало. Итак, какие у меня затраты были на него? Затраты были на эпоксидку. 160 рублей. Полшебник. В первой раз в деревню Испаленицы. И латунный гольстер. Вот латун у меня валялся с незаправленных времен. То есть, затраты минимальные. А результатом она же... Я доволен. Это при твердости 48 единиц. Твердость мы имели на станке, чтобы все понимали. Все было четко. То есть, да. Латунный гольстер ближе к твердости порядка 47 с половиной. А на остальной длине 48 стабильно так и показывал. Я думаю, неплохой вариант. Ну что, сегодня идет продолжение череды тестов данного ножа. Сейчас посмотрим, как он рубит лед. После чего сделаем еще кое-что. Нарежем мясо. Нарежем мясо. Насторгаем веток. И будем... Насторгаем алюминий, который у меня есть. Посмотрим, как он режет. Алюминий уже строгал, лед колол. Но сейчас мы будем делать это наглядно. Сейчас надо лечь. О, нет, я пожалую. Отойти в сторону. Здесь вообще легко крошится. Да, он там тоже крошился. Верхний слой. Хочу снять панораму. Пряжусь. Речка Орша. Типа святой источник. Ну там вот впереди. А вот кроши, дубой, амбл для виски. Под лед или под снег? Еще долго? Не, я просто выгребаю, чтобы плодов нету. Да, это все. Не покрошить все. Не пробить. Не беру, что не пробить. А это что? Прямо так сразу. О, начинается. Нет, сейчас. А если ему интересно... Такую канавку, он по канавке лопнет? Ах, я знаю. А если вы поехали на рыбалку, у вас нет колонарота, вы можете пользоваться ножом. Вполне успешно. Или пассать на лед. Только очень долго. О. Начинает? Да. О, вода пошла. О, пробил. Не лопнуло. Он здесь спокойно. Он уже сдал напряжение в этом месте. Примерно так же, с 1915. Что, попрыгивай? Да. Что, попрыгивай? Да. Сраванную дырочку. Чтобы руку не замочить, точнее, перчатку не замочить. Сейчас я сниму её и перестрирую. Это трассяная вода всякая? Да. Какая луночка? Режет, волосы береют. Будем тестировать дальше. Так, всем ещё раз привет. Подводя итог по испытанию ножа, которое было на протяжении трёх месяцев и длилось достаточно долгое время интенсивная работа была, нож показал себя очень хорошо, очень качественно. Сегодня мороз на 24 градуса. Как и обещал, лунки нарубил, нож гнул. Нож пружинит достаточно хорошо, тонкий, но в то же самое время очень работоспособный. Заточку держит великолепно. Как и обещал, сделали мясо. Мясо, то есть его подтачивать надо, но очень редко. Мой эксперимент уменьшался успехом. Все, кто не верит, что можно сделать качественно своими руками. Вот наглядный пример, наказательство. То есть, если человек хочет, человек делает, работает. Не хочет, но сидит на печке, сидит, уёбывается. Потому что жизнь говно, ножоку лень поднять. Так что, желаю всем подниматься. Ножоку свою не морозить. И наслаждаться таким вкусным мясом, нарезанным, хорошим, качественным ножом. Всем счастливо и до новых встреч.